К малому неторическому городу Сульской области Мы уже были в Дон-Петербургском монастыре Мы уже были в Дон-Петербургском монастыре Сейчас мы не сможем пройдём Мы с вами сначала начали с нового объекта Олежные дорожники, так называемые Посмотрим вот такой вот небольшой Небольшой дорожник с каким-то небом И давайте вот маленький паровозик Вот сразу перейдём Это реконструкция паровоза к Шерепановым Это, конечно, оригинал А сотрудники местного У нас есть такое на станцию Узловая соседняя Железнодорожное предприятие Они такие энтузиасты собирают такие вот реплики Вот их две установлены Одна в Венееве, другая в Весногорске Но, наверное, залазить на неё В такой морозный день не будем Обычно здесь очень полезно Согласируются Пойдём где дальше В ровне автомобиль Брони автомобиль БА-11 Установлен здесь не случайно Ну, во-первых, вы можете видеть Что он на колёсах Железнодорожном ходу То есть, здесь представлен вариант Который может ездить по рельсам И не сам по себе А с теплушкой Вот, с цепкой степлушкой Железнодорожники, которые делают концепцию этого музея Они хотели как раз отразить Такой факт, что при фронтовой полосе Где были железнодорожные пути Подвозились боеприпасы Увозились раненые С помощью подобных сцепок Либо это был грузовик на колёсном ходу Либо бронеавтомобиль Вот так вот можно было быстро подвозить боеприпасы И вывозить раненых И именно данный автомобиль Он бронеавтомобиль Собран на колёсной базе ЗИС-6 Это продукция Ну, современный завод ЗИЛ Это был завод имени Сталина И он здесь не случайно Наверное, уже обратили внимание Но мы сейчас туда ещё подойдём У нас установлен памятник Ивану Алексеевичу Лихачёву Уроженцу Венёвской земли Ну, город Венёво непосредственно На котором и производились эти бронеавтомобили И автомобили ЗИС-5, ЗИС-6 Здесь, значит, оригинальные Времён войны Колёсная база И уже бронекорпус Это современная реконструкция На мастерских Мосфильма Реконструкторы вот этот вот бронекорпус сварили Но сварили очень качественно В принципе, даже как бы Я не сразу понял, что это вот современная реплика А не какой-то вот именно из запасников бронеавтомобиль Это единственный вообще в стране памятник Б-11 Да и вообще там памятник Б-11 Да и вообще там памятник Б-11 И там может быть три в стране Отлично И пушка оригинальная И некоторые называют столы, пушки вагоны Ну, тут можно с другой стороны залезть Вот, там есть это листик Там просто лавочка установлена Как будто мы ехали катармиться на пробке Показываю Вот такой небольшой вагончик Вот Кто-то кушать не видел Давайте идём проработать А потом кушать Хочешь Похожай Ой Тонцов Надо было Тонцов Тонцов Да Тонцов Да Вот Тонцов 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 Это оригинальный паровоз 1954 года постройки Наверняка здесь есть люди, которые старше этого паровоза Да, он был вообще-то в резерве РЖД Как ретро-поезд В РЖД есть такие ржд-туры Они возят туристов на таких ретро-поездах Его не отдавали, но вот наше тульское отделение выпросило здесь еще паровоз Он сюда, конечно, пришел на буксире, но он сам как бы ехал Его сюда загнали и потом пути разобрали Оставили только маленький участок Заварили эту дверь к машинистам, но если кто-то особо жаждет, можно через тендер, где уголь хранился, все равно туда залезть Сейчас мы, конечно, я вижу, что вы не говорите желанием поехать в Вилец Дети мне обычно, наверное, обойдем и пойдем дальше Которая со станции Павилец шла на город Павилец и потом уже на Урад И они дали ему взятку землей Вот здесь, это в окрестностях под Венево И он как бы включил в проект тупиковую ветку от станции Ожерелья до Венева Это где-то километров 40-50 Вот, и в 1901 году построили эту ветку Началось регулярное движение на Москву А когда началась уже первая мировая война, осознали, что если ее немножко продлить до станции Озловая То это будет скорчайший путь на Донбасс, за углем И вот уже пленные австрийцы, чехи достроили в 17-м году ее открыли Ветку одноколейную до станции Озловая В 30-х годах, ну в конце 20-х, начали с 30-х, теперь сделали двухпутные И это вот стала трасса, как она Москва-Донбасс И она сейчас опять установлена, вот, трасс в южном направлении То есть у нас тут грузовое движение активное Вот, так что Карл Павилец сыграл свою роль Вы наверное сейчас это знаете, что в Масольской области Вот этот новый губернатор развивает Крыль как раз, вот как там, Чайковский В планмете, вообще в планмете, где-то тем, кто Спасировали Чайковского в длительное время И потом все, что он толку, это благодаря нам Походящему планмете У нас есть усадьба, в планмете 4-5 км от города Она заброшена, там окна разбиты все Так она пока в запустении Жуга, это городская черта Вот еще есть железнодорожные бараки остатки, работники же Даже в советское время предвоенная и второй этаж Вокзала был жилой, там же не работники вокзала Вот можете справа видеть, это наш микрорайон южный Ну такой проект в 70-х годах Развитие в Вененском районе добычи угля Построили три шахты, но к сожалению Они в полную мощность не заработали Заселялись эти вот дома тоже шахтерами Из других районов Турской области Это Киевский район, Музловской тоже Новомосковский, Богородицкий К сожалению, как бы вот не получило развития Потому что в 80-е годах уже к концу это стало не рентабельное Добыча подмосковного угля Там очень долго его нужно обогащать Чтобы вот он был пригоден Справа у нас строится физкультурознательный комплекс С ними на бассейнере Вот это на федеральные деньги Это не муниципальный бюджет Слева у нас парк городской имени Стихарева У нас такой был известный лесовод У нас в Вененском районе много лесов Это еще засеки средневековые 16-18 века И было мощное в советское время ресничество Возунчики стоят, пригораживают движение Здесь была так называемая Московская застава Был полосатый шлагбаум Как в фильмах Эльдара Рязанова Обедом гусарь Замова Теслова Гусарская баллада Там вот стоит солдат с ружьем И вот такой шлагбаум Здесь была Московская застава Сюда сходились дороги на Москву На Тулу, Богородинск Здесь были главные въездные ворота Парадные города Всех регистрирули въезжающих А уже за городом Вы видите храм зеленой крыши, белой Это Иоаннопротеченский храм Там было городское кладбище Вы, наверное, слышали, что в 1772 году Россия накрыла эпидемия чумы И все городские кладбище, которые до этого были Устокотских храмов внутри города Вынесли за городом Это было такое волевое решение Екатерины II И Россия чуть ли не первая страна в Европе, которая это произвела Это было за городом А сейчас, получается, у нас центр города Это был наш рынок И первое, что видели приезжающий венёк Это был кабак Такое бежевое одноэтажное здание Справа Построенное по типовому проекту Это сразу после войны с Наполеоном Назывался он Кузнецкий Так как на Сенной площади, которая у нас была За городским шлагбаумом До кладбища Было множество кузнец, которых в город не пускали Потому что там было много лошадей, грязь, навоза Тоже есть сено В город их не пускали А уже кабак, который был рядом Называли Кузнецким Из-за большого количества кузнец Дальше в здании Здесь был большой трактор Завьялова И почтовая станция на первом этаже То есть также все приезжающие генерации Люди Они пребывали вот сюда Здесь вот такой стол в названии Мы, наверное, слышали Такая почтовая станция Это и автостанция И бензаправка в одном лице То есть вот У нас проходила такая Венгерская трасса Рязань-Тула через Венголку И вот Предыдущая была станция Это город Зарайс Здесь была такая пересадка Одни гипщики побывали Высаживали людей Они здесь отдыхали Ждали следующих гипщика, которых Везет на Тула Сохранились мемуары От тех людей, которые путешествовали И известный Белинский писатель И английский путешественник Роберт Бремнин Который написал такую книгу Экскурсию по России Которую там пишет в обеденном Хочу обратить внимание Вот таких вот декоративных элементов Похожих на чебурашки В местности мы так называем чебурашки Дело в том, что Времена Николая I Когда он у нас Сохранились в структуре В главенском стиле ампиры То украшали здания Вот таким вот экспериментом Которые правильно называются Преупальные римские венки Но вот именно в таком виде Они у нас только днем На шести зданиях они сохранились у нас В этом фотоцикле Это о том, что занятел по своему Николая I В 30-е, 40-е годы 12-го века Ну я таким вот, что посещал Ну знаю, как-то в Павловске И видел, если на фире Занят Павловского Афира Занят Павловского Афира Я один раз только видел Вот точно такой же И все А так, конечно, зимой Какая-то чисто Вененская чебурашка Давайте, наверное, развернемся И направимся к колокольни У нас в бывшую хлебную площадь Подойдем к следующему Это самый известный ресторан Был на первом этаже Купца Прокофьев Зайцева И на втором этаже Гостиница Почему он самый известный? Ну, как бы оно тому же Не всегда я так говорю Вот факт, что Прокофь Федлитович Зайцев Он, благодаря этому Своей ресторанной деятельности Неоднократно избирал С художников городского головы То есть, кого нужно Принимал, угощал И все жители Вот, вернулся, вернулся И вот, как вот Зайцев, я тебя активизовал И все 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 Тем самым Водопад Ржевского. Вообще, поручик Ржевский известен по анекдотам, но анекдоты появились после фильма Фельдара Рязанова, тех, которых я уже это называл, обед на «Гусаре замолчатие слова» и «Гусарская баллада». Там вот этот герой, он потом пошел в народ. Многие анекдоты абстрактные о Ринадерах, о Гусаре, Петре Первом, о графе Орлове, они все почему-то персонализировались с поручиком Ржевским. И вот уже многие десятилетия исследователи гадают, откуда же принялся поручик, так как Рейдар Рязанов взял пьесу драматурга Глоткова 1940 года и ее поставил просто на сцене, потом экранизировал. Откуда Глотков взял, непонятно. И вот долгое время споры ведутся. Вот город Ржев в Терской области, в Борьце, это как бы вот звание пива там Ржевский, кто пускается с гусаром на этикетки. В городе, ну, в Раминии, здесь памятник Ржевский, где Малаврика сидит, они тоже там, лишь по той празе, что он в фильме «Кударская баллада», вот, актер Яковлев, он говорит, что «Амудирки, кто у вас в Блоград, но в Борьце, что в Блоград» мы там установлен как памятник этого не старого. И также еще там, и в Нижнем Докуе, где-то в Игнарске было, какие здания. Но между тем, у нас уже больше столет, и в ее столет в ней нахранится рука, конечно же, ровно-блоград помещится, где она описана в ransom, работая семье отца и дяди. Семенович Ижевский и Ассенович Ижевский. После знакомства с этими пенуарами, мне остается на том, что Ижевский и Ижевский помещены. На самом деле рот от Ижевских это старинный рязанский рот Зарайского уезда и Рязанского губерния. Это вот соседний с нами был уезд. И в первой половине 19 века они получают наследство, Ижевский и Ижевский приезжают сюда. И вот Петр Семенович Ижевский был уездным исправником. Мы считаем, что он жил в этом доме, в соседнем. Там что-то у него описывается. Здесь на первом этаже большой пространство. Здесь баллы строятся. Уже позднее, в начале этого века, здесь был огромный послужный магазин. Знаете, что это было? Одежда, билет, жутерия. А в 19 веке здесь жили дворяне, строились баллы. И как раз Надежда Петровна описывает эти баллы. И тоже Петр Семенович Ижевский, ее отец, Петр Семенович Ижевский был героем военной Кавказе. И отец, детский бабник. Так у него жена была в имении. А сам вот здесь с устранником работал. Он сам свалился так вот, что у него до 20-ти любовницы. Ну это жены местных военщиков тоже, чиновников. 77,71 метра. Строилась она 60 лет, с 1801 по 1860 год. Самый большой вклад в ее строительство внес уроженец ее купец-миллионер Ярцев Матвей Филатович. Он вообще разбогател на поставке ядер во время войны Капулеона. У него был низкий завод на Урале. И его сын, кстати, избирался московским городским головой. А сам уроженец был венёским купцом. Первоначально просто в Москву переехал. Но также, кроме него, большой вклад и все венёкцы делали. В том числе там купцы Гладушево, 4-е ярусные средства достроили. Очень долго шло строительство. Прерывалось в связи с Отечественной войной до 12-го года. Там все капиталы пошли на вооружение и ополчение. В 1834 году весь город сгорел. В том числе горела строящаяся колокольня. И ветром головешка с нее на версту приносила. И выгорели венёвские пригородные флопы, которые в версту от Венёва находятся. И только вот в 1860 году колокольня была окончена. К сожалению, храм там не сохранился. Его в начале 60-х разобрали. Был за колокольней еще величественный храм. Там сейчас черный крест на месте алтаря установлено. Сейчас куда-нибудь подойдем. В музее есть фотографии, которые там выглядела колокольня с храмом. Кассины. До сих пор загадка остается, кто стал автором проекта колокольня. Так как если сравнивать с подобными другими сооружениями, то наши явно там изящные. И вообще гармонично вот эти объемы, ярусы относительно друг друга построены. Вот в той же кашире, там тули, колокольни, как бы вот такие вот нагроможные объемы. То есть они просто высокие. А вот так вот красиво не выглядит. И вот многие исследователи считают, что автором проекта был Василий Иванович Бажейн, делился русский архитектор. Потому что он скончался в 1799 году. Там за год примерно до начала строительства. До того, как появился проект вынес к купцов. Проект, кстати, безымянный. Он найден, но там он не подписан чему-то. То есть они сказали, те, кто... Купцы скрывали, кто же был автором. Там просто подписан искусственный архитектор. А кто... Хотя явно, что этот человек учился в Италии, видел, как бы, эти лучшие образцы. Он до сих пор, Василий Иванович, захоронен в Венёвском районе. Тут все было старое Глазово. В Индии зло приезжали. Это почти под Кашир, но в Венёвском районе. И все архивы хранились Василия Ивановича в имении. Тогда он скончался зимой. Когда уже летом приехала делегация из Академии художеств изъять эти архивы к себе, то ничего не нашли. Нашли тут просто пару эскизов в качестве постеров, вызвав крестьян. И все простощили. И вот сейчас эта версия активно поддерживается. Ну, что в Королеве, я знаю, под Москвой, есть музей Баженов. Они каждый год помогли его приезжать. У них несколько книг на эту тему. Где-то расслаблены в числе его вероятность, его работы. Подойдем. А какой красный? Внукову построили аэродром. То ленчики глазами искали колокольню и уходили там каждый по своему направлению. Эта функция до сих пор сохранилась. У нас в городе только ранее. Есть там инженеры, которые работают. То есть, самолеты и сейчас, если одно о чем посмотреть, у Чернок у нас открытное движение. У нас перекресток. По всех лодцах ведется, как это осталось. Как вот точка, вот такой перекресток, расхождение в каждом своем направлении. То есть, кому там на запад, кому на юг. И колоколье для этого использовалось. Сейчас там еще до сих пор сохранилась вот эта воднофорная бочка. И вот труба. Но это не действующее, но в советское время как еще воднофорная бочка не хватит. Что здесь еще на Красной площади есть? До строительства Николаевской колокольни и храма у нас была старая Николаевская церковь. Она сохранилась. Вот она была позднее пересвещена уже после строительства новой, как покросская. Она сейчас устанавливается, но тоже не сильно быстро. Вот крышу сделали в этом году временную, железную. Здесь же есть еще с другой стороны у нас городское училище. Главое здание. Дата постройки войны. Это специализированное было здание уже для училища. Тогда обучение было раздельное. Был отдельный вход для мальчиков и отдельно для девочек. Внутренние не пресекались, там были перегородки. Вот за этим училищем просматривается большое кирпичное здание. Это духовное училище. Это был крупный образовательный центр для Веневского, Кашинского и Екипанского уезда. В городском училище уже в начале 20-го века места не платалось и построили отдельно женское училище в 1913 году. Вот такое кирпичное здание. Мы сейчас, наверное, как раз и направимся, там получше его рассмотрим. Памятник еще есть Ленину. В советское время считалось, что у нас местные коммунисты, что это первый прижизнительный памятник вождю. Чуть ли еще не в 18-м году был установлен. Автор известен точно. Это московский пунктер Алексеев. Вообще коммунисты, они такие вот большевики. Те, которые совершили октябрьский переворот в Веневе, они как и были веневскими уроженцами, но уже в революции все почти работали в Москве. Их сюда в командировку прислали. Они там на заводах работали в Москве. А их просто туда партия направила, чтобы совершить переворот. И вот они очень хотели обратно вернуться и никто не знали, как снова в Москву. И вот решили поставить памятник чуть ли не первой в стране Ленину. Они это сделали и Сариры потом поперли. Один стал пропорором в области. Он пришел отработать дальше. Был в заборе. Хотя как раз колокольник не уцелел, но уцелел сам храм. Здесь, вообще, этот храм у нас как бы старейший. В городе, на этом месте еще в 16 веке был храм деревянный, когда была крепость. Примерная крепость была по размерам современного забора. Плюс вот в этом домике она встречала. Крепость не сохранилась, но храм по традициям как здесь был. У него из деревянного сделали кирпичную, но он сходил вставать. Сейчас внутрь туда и пройдет. Один взглянет. П cocktail. Примерная крепость была полномоченность голова hierarchy. Это сделать шансов, который упрощая, wilderness organization работы боевые растения находятся. Там fiction природа довольно всегда очень долго видел. Многие точки проверяют, ноги произвели на нул in the 대 прогреве рабочего мира То есть еще как бы с тем расчетом, что город может быть татарами также подвержен на падение. А вообще, по легенде, он был основан после нашествия крымских татар 1632-133 годов. В то время татары преодолели зачастую счету в районе Алексина и вышли в пункт защитников города, смогли взять внешний периметр обороны города и пожечь посад. Крепость, где находился собор, в котором мы сейчас были, ее взять не смогли, и поэтому самое ценное имущество там сохранилось. Но все горожане, которые погибли при обороне города, они были закоронены вот на этом месте, и здесь был основан Багадуенский мастерской монастырь в середине 17-го века. А закрыт он был уже 32-й, когда заказка перелезала мастерского имущества. До этого момента Мастери были в больнице, были в больнице, в больнице, выводили в больнице, в больнице, получали большие доходы в эти 3-е мастера. А эти на вторая степень взяли, и они просто стали жить на пожертву. В порядке 15-х лет он уничтожил монстровый заказ в разрыве. Чешки делали вновь и получили право безпокорбленными на территории Министеря. Там еще несколько могильных улиц сохранились. Но в итоге он все равно в конце концерта закрылся. И был закрыт. Классически до конца 1990 года. В то время был сладкий монстровый. А вот примерно до 17-го года, И вот здесь был круг, а вот прям в лучшего города. Вот как раз вот один воедворительный храм, где дома построили. Сейчас он уже даже не в плохом виде. Идет служба, вот тут гола, и вилес. А теперь давайте подойдем к нашим каменным палатам. Там где кто-то стоит. Извините, как храм это называется? Бугивленский, мужской. Храм Бугивленский, казанский, вот поменьше. А мы пойдем туда, да? В 19-м веке здесь была городская дума. В советской власти районная библиотека. А с 81-го года, работой в юбилской привязанной бюджетной бюджетной бюджетной, которую мы для с вами выпускаем. Походите. odi в над JK в названии? Редактор субтитров Н.Мос predictорu. Продолжение следует...